Вот уже 13-й год подряд открывать летний сезон Амфибиус поручает школьникам. В этом году в День защиты детей Аквапарк посетили около 400 ребят. Это отличившиеся школьники, участники творческих ансамблей, дети из Адлерского реабилитационного центра, а также из малообеспеченных и многодетных семей. Эту традицию генеральный директор Амфибиуса Алла Татулян считает главной в Аквапарке. Дети Адлерского района, все школьники, которые мы сегодня пригласили, для вас сегодня создан большой праздник. Сегодня День защиты детей. В каждой семье у нас есть дети. Мы все мамы, все папы, но у нас есть дети, наше будущее. И сегодня их праздник, поэтому я сегодня пригласила детей, чтобы они чувствовали себя здесь просто королевами все. И принцами. С праздником День защиты детей! Сегодня в Амфибиусе представители каждой адлерской школы. Отметить свой праздник ребята пришли целыми классами. Здесь весело, и есть теплый бассейн, и холодный, и для детей. И детям можно поплавать, и взрослым. Я тут еще никогда не была, и это мой первый раз, мне здесь понравилось. Спасибо вам большое, Амфибиусу, что вы нас приглашаете бесплатно. К детскому празднику в Амфибиусе провели небольшую реконструкцию. Обновили фасады зданий, сменили плитку. Сами же юные гости не просто окунулись в водную феерию, а стали участниками увлекательного приключения и пиратских испытаний. Как обычно, перед купанием ребята развлекали аниматоры. А для всех гостей выступили творческие коллективы адлерского района. Праздничную атмосферу в аквапарке создавал народный хореографический ансамбль «Роква». Он также является участником благотворительной программы, которую ведет руководитель Амфибиуса «Человек года», победитель номинации «Добрые люди» Алла Татулян. Благодаря ее поддержке юные танцоры приобретают необходимые для выступлений костюмы. Ну а следующая встреча в аквапарке «Амфибиус» в рамках благотворительной программы – 1 сентября, в День знаний. Традициям здесь не изменяют с момента открытия.